Библейский портал экзегет.ру представляет 39-я траурная глава книги Еремии в переводе Луки Маневича Читаю для библейского портала экзегет Сколько напряжения, сколько эмоций, сколько личных чувств, красивых оборотов речи, образов В предыдущих 38 главах, в каждой Какая сухая и скупая 39-я, как извещение о смерти близкого человека В 9-й год правления Седыкии, царя Иудеи, в 10-м месяце Науходоносор, царь Вавилона, со всем своим войском подошел к Иерусалиму и осадил его В 11-й год правления Седыкии, в 9-й день 4-го месяца Ну, то есть, около двух лет прошло, это, кстати, у нас 586-й год до н.э. Городская стена была пробита Вельможи царя Вавилонского вошли в город и воссели у средних ворот Как скупо и просто сообщается о взятии города Точная дата, дальше точные имена Это были Нергалцер, Эцерис Самгара, Невусар Сахим, начальник Евнухов Нергалцер, Эцер Войначальник и все остальные Вельможи царя Вавилонского Ну, кстати, здесь по поводу перевода имен Дается еврейские имена, сами названия на аккадском языке Сами имена тут иногда, может быть, путается имя, собственно, и Название должности или место происхождения Поэтому, скажем, Самгар, может быть, это одно из имен, еще один человек А не место, откуда был предыдущий Но это не важно Список Они победители, они проходят парадом по плененному городу Увидев это, седыки и царь иудеи всего и набежали Ночью они вышли из города через царский сад Через ворота между двумя стенами Ну, какой-то потайной ход, да И отправились по дороге на Ораву Орава – это долина, по которой течет и Ордан Но она и дальше, там от Мертвого моря уже и Ордан не течет Но она тянется дальше, на юг, к Красному морю Соответственно, на восток они пошли Чтобы бежать от осаждающих Войско халдеев пустилось за ними в погоню И настигло седыкии на Иерихонское равнение Схватили седыкии привлеканному ходоносору царю Вавилона Вревло, что в земле хамат То есть его еще и долго вели к тому царю Который, собственно, завладел его царством И там Новоходоносор устроил над ним суд А что такое суд тирана? Вревле на глазах седыкии царь Вавилона убил его сыновей И все знать иудеи перебил царь Вавилонский Затем он ослепил седыкию, заковал его в цепь и увел Вавилон Какая-то изощренная пытка Сначала убить сыновей на глазах у отца Потом ослепить отца, чтобы он больше уже ничего никогда не увидел Почему он не убил седыкию? Может быть, забавлялся Ну, сувенир, как вешают охотники, трофеи, там, рога оленья Голова кабана какого-нибудь Я не вешаю, но я не охочусь А им здорово вспоминать Вот надо же, кого я заварил Вот надо же, чье царство я завоевал седыкия Приведите его, полюбуемся на него Может быть, такой, знаете ли, момент Ну, подавить будущий бунт в зародыше Есть-есть царь иудейский, но только он в плену еще слепой Если бы его не было, кто-то другой сказал бы Ну, теперь я царствую, да, кто-нибудь Объявил бы себя царем Нет, царь есть Как раз сыновейцы такие перебили, чтобы никто не мог претендовать на престол дальше Пресекли его род Вавилоне не были мастерами давить бунты в зародыше Собственно, переселение народов делается ровно для того же Люди, живущие на своей земле, все тут знают, чувствуют поддержку Друг с другом хорошо знакомы, могут скооперироваться А взяли, переселили Товарищ Сталин тоже любил Люди живут в чужой земле, в непривычном климате Никого не знают, местные на них смотрят косо Все силы тратят на выживание Им далеко не до бунта Царский дворец и дома простолюдинов в Халдее сожгли огнем А стены Иерусалима разрушили Затем Невузардан, начальник телохранителя Увел в Вавилон уцелевших жителей города Перебежчиков, перешедших к нему, весь оставшийся народ Лишь часть бедняков, тех, у кого ничего не было Невузардан, начальник телохранителя, оставил в Вауде и дал им виноградники и поля Ну, то есть без элиты народ не взбунтуется Опять-таки, нищие, которые с трудом борются за существование, поднимать восстание они будут И у них нет предводителя Всех, кто мог бы их повезти за собой, увели А так, ну, пусть обрабатывают землю, в конце концов Какие-то налоги будут платить Что тут, пустыни оставаться? Придут какие-нибудь кочевники, отберут все Навуходоносор, царь Вавилона, отдал Навузардану, начальнику телохранителя, такой приказ об Иеремии А Иеремии же пророк, который постоянно говорил Сдавайтесь с Вавилонином, чтобы вы жили Наконец это сбылось И надо сказать, что Навуходоносор при всех его зверствах помнит добро Итак, приказ об Иеремии Забери его и позаботься о нем Не делай ему никакого зла Как он тебе скажет, так и поступи с ним Какой горький момент Иеремию избивают, сажают в тюрьму Хотят убить периодически его соотечественники О которых он беспокоится О которым он рассказывает, как им поступить Как им избежать нашествия Вавилонин Но его собственная судьба Меняется к лучшему только с приходом Вавилонин Вот национальный предатель Иеремия В глазах всего своего народа И внешне так и выглядит Он говорил, сдавайтесь с Вавилонинами Когда они пришли, то они его наградили Они его дали безопасность Дело в том, что для Бога политические Вот эти все расклады, они вторичны Иеремия – слуга Бога Иеремия – вестник Бога А то, что при этом в данный момент Весть от Бога гораздо выгоднее Царю Вавилона, чем царю Иерусалима Ну, это вот от жизни этого самого царя Иерусалима В огромной степени зависит А не от Иеремии Невузарадан – начальник силохранителя А также Невушазбан – начальник Евнухов Нергал Сарецрова – начальник и остальные Верьможи царя Вавилонского Но опять у нас ряд имен, которые Может быть, не всегда мы хорошо понимаем Послали за Иеремии Они забрали его со двора стража И предали Гидарии, сыну Ахикама Внуку Шафана, чтобы он отправил Иеремию домой Так Иеремия остался среди своего народа То есть, вот, смотрите Иеремия тоже Вавилонинам не опасен Они считают его исключительно своим сторонником Ну, а что пророчество ему Просто им неинтересно Когда Иеремия был еще в заключении На дворе стража, было ему слово Господне Иди, скажи Эведмелоху и Фиопу Так говорит Господь воинств Бог Израиля И теперь я исполню мои слова об этом городе Но не на благо ему, а на горе Настанет день, и ты увидишь это воочию Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь Ты не попадешь в руки людей, которых ты боишься Ибо я спасу тебя Ты не пойдешь от меча Жизнь будет тебе наградой Ибо ты на меня уповал, говорит Господь Жизнь будет тебе наградой То есть, ничего кроме жизни не спасешь Но хотя бы это А Эведмелоху и Фиопу Это тот самый человек, который призывал царя Вытащить Иеремию из вонючей ямы с грязью Где он сидел, чтобы тот просто не умер И здесь в благодарность Господь через Иеремию Дает некоторое обетование этому саму Эведмелоху Какая печальная глава, какой скупой язык Есть целая книга «Плач Иеремии», которая описывает то же самое Эмоционально, поэтически насыщена С рыданиями и со всем прочим А здесь просто голые факты Почему так много о каких-то мелочах жизни И так скупо о страшной трагедии О разрушении Иерусалима 586 год до н.э. Да потому что мелочей нет Потому что есть жизнь человека перед Богом Жизнь его вместе со своей совестью Жизнь его в окружении других людей Это проявляется на самых разных уровнях А есть глобальные события Но глобальные в конечном счете Зависит от того, как люди живут И основная весть Иеремии была ровно об этом Но он не кончил пророчествовать После того, как пал город Сороковая глава нам об этом расскажет